Глава вторая. Под сенью леса. Множество деревьев, растущих рядом, у большинства народов зовется лесом. Иногда язык достаточно богат, чтобы не понадобилось уточнение вроде лиственный, хвойный или тропический. Но в языке кировидерии насчитывалось несколько десятков слов в понимании иноземцев, переводящихся как лес. Лес разнообразен и многолик. Разве можно сравнивать густые и даже непралозные чащобы, светлые бары и темные ельники, древесные крепости у границ и живые города олени? Трое оленят лежали на полене в лесу, который от города в их понимании отличался совершенно незначительно. Отсутствие построек или подлеска, живописно накиданные тут и там полянки, полные цветов и кустов с ягодами и орехами. Вся троица тяжело дышала. Набегавшись и наигравшись, друзья умылись в ручье и сейчас решили передохнуть. Молодой ветран Крилл, лежа на животе, коснулся кристальным копытцем земли и сосредоточился. Магия неохотно отозвалась. Призрачные лозы, будто состоящие из голубоватого как глаза самого олененка Света, потянулись в сторону скинутых седельных сумок. — Лентяй! — фыркнула лежащая рядом перетонка Мисти, отбросив копытцем от мордочки непослушную прядь растрепанной гривы ярко-рыжего цвета. С ее веснушками это придавало мордочке юной Лани совершенно хулиганский вид. Надо сказать, далеко не всегда соответствующее содержанию. — Мне надо упражняться! — привычно парировал Рилл, успехи которого в практической магии и вправду оставляли желать лучшего, если верить словам учителя. — Возьми мне тоже! — попросил третий из линят черногривый и темный эйкорн, которого лес не наградил ни крыльями, ни волшебными копытцами. Но зато фордир был сильнее и выносливее друзей и куда лучше ориентировался в лесу. Тем временем магия Витранга расстегнула одну из сумок, достала оттуда флягу и стаканчик из коры на всех. Рилл, не слушая друзей, всегда таскал с собой посуду, так как считал, что пить из горла некультурно. И хотя сейчас сезонным напитком был ягодный сок, в рюкзаке Рилла лежала фляга с березовым, пусть уже и не таким вкусным, как весной. Мести благодарно кивнула, когда к ней первый подлетел стаканчик с прохладным напитком. Она могла ворчать и подкалывать Рилла, но тот всегда наперед думал о друзьях. Даже когда выпендривался со своей магией там, где можно было сделать два шага. Отговаривался, конечно, тем, что ему не нужна практика, но юная Лань насквозь видела это желание подчеркнуть свои особенности. Впрочем, Витранг и насчет самой Мести кое-как заметил, что она даже над тропинками иногда летает, лениво маша крылышками, хотя награждена от природы целыми четырьмя стройными ногами. Когда прохладный сок утолил жажду оленят, Перетонка заметила. Скучно просто валяться. — Давайте играть во что я вижу на твоем боку! — Опять! — закатил глазарил. — Ты каждую неделю ищешь в своих пятнышках новый смысл и нас заставляешь! Мести смущенно прижала ушки и отвела взгляд зеленых глаз. Было немного стыдно, но появление пятнометки маленькая Лань ждала больше других. Детские пятна на боку любого оленя по мере взросления собираются в знак судьбы и особого таланта. Но если у заокеанских друзей пони метко появляется неожиданно, когда талант проявляет себя наиболее ярко, то у оленей процесс идет медленно. И даже мучительно! — подумала с юной Перетонки, которой так хотелось поскорее узнать свою судьбу. Но дурацкие пятна на боку как будто замерли на одном месте, даже не думая складываться в осмысленный узор. По крайней мере, так казалось. Среди оленят упорно ходили слухи, что если найти свой талант, то пятна сойдутся в метку быстрее. И хотя взрослые отрицали это, но наверняка просто из вредности. — Да ладно! — усмехнулся лежащий на спине Эйкорн. — Тебе жалко, что ли? При этом он подмигнул Мисте, и та благодарно улыбнулась. Ее затеи чаще всего находили поддержку именно у Фордира. Но Арил присоединялся последним, просто чтобы не идти против друзей. Вообще, лесной Харт был настолько зауряден внешне, что по поводу пятнометки не переживал. И даже готов был спорить, что узором на его боку будет желудь, — ровно то, что означает имя Эйкорн. Весьма распространенное под сенью леса, к слову. Не были редкостью и темно-бурая шкурка, почти черная вьющаяся грива и золотистые глаза. Мисте же, которая со своей яркой шкуркой и вечно взлохмаченной рыжей гривой внешне была похожа на противный лесу огонь, иногда комплексовала по этому поводу, но изо всех сил старалась не показывать вида. Из всех друзей больше всего за внешностью следил Рил. И не потому, что был пижоном и модником. Хотя и это, по мнению Мисте, тоже. Просто магия оленей включает в себя зелье варенья, а попадание в котел выпавших волос, мусора с одежды или шкуры, чревато печальными последствиями. И хорошо, если только для заклинания, а заклинатель и окружение останутся невредимыми. По-любому кругу друидов ходило немало слухов о том, что некий незадачливый ветран к неряха, пренебрег правилами и во что-то превратился, превратил друзей или перенесся на край света. Байки были разные, но мораль была одна. Изготовление зелий требует аккуратности. Темно-фиолетовая грива Рила была длинной и прямой, но во время занятий он иногда стягивал ее в хвост на затылке. Серо-голубую шкурку ветранг тоже приглаживал щеткой и часто носил свою ученическую мантию, чтобы уберечься от лесного мусора. — Ладно, — фыркнул ее на волшебник, приставая. — Кто первый? — На своей метке я вижу желудь, — решительно заявил Эйкорн. — Видел его раньше и сейчас вижу. — У тебя, Рил, там, очевидно, будет пень, а у Мисте — заноза. — Вот как так можно? — поморщился олененок. — Сам же поддержал, а теперь что? — Фу, таким быть! — Я и в прошлый раз это говорил, и еще раз повторю. — буркнул в ответ Фордир. — У тебя просто отсутствует воображение. — Улыбнулся Мисте, которую нисколько не задела эта шпилька. — Я вижу на метке Рила бабочку. — Почему? — растерялся юный волшебник. — В прошлый раз ты говорила о цветке. — С той же вероятностью это может быть и бабочка. А у Эйкорна будет каштан. — Это просто чтобы не желудь? — уточнил Фордир. — Нет! — хихикнула Лань. — Просто ты иногда такая же колючка. — А у тебя самой что будет? — спросил с улыбкой Эйкорн, не обидевшись. — А у меня, наверное, крылышки. Или кисточка. — Ты же знаешь, я люблю рисовать. — Или огонь. — вставил Рил, прекрасно зная, что подруга не любит, когда ее внешность сравнивают с пламенем. В Кервидерии редко где можно встретить этого врага деревьев. У оленей имеется множество горячих источников, откуда теплая и даже горячая вода попадает в дома и на прочие нужды. А уж если и нужен огненный жар, используется магия или лепестки флеймовера — магического растения огненной стихии, что росло на залежах угля, газа или горного масла. И цветы его напоминали живое пламя, яркое, подвижное и горячее. И чем больше цветков соприкасалось, тем горячее они становились. Так полсотни бутонов флеймовера способны были расплавить металл. А два цветка вполне годились для того, чтобы подогреть в походе чайник, не сжигая при этом дрова или уголь. Отдельного рассказа заслуживали и листья удивительного растения. Красные с желтыми прожилками они долго хранили накопленное тепло, и все жители леса использовали их как одеяло или теплые накидки. Особенно в высоких горах Нордиров. Там, несмотря на мягкий климат Кервидерии, зачастую было очень холодно. Так что снег лежал почти круглый год и не таял, чем, к слову, совершенно не смущал местных. А вот приезжих там всегда можно было отличить по яркой переливающейся накидке. «Если будет огонь, я ужасно обижусь!» Надуло губки Мисти, хотя и не всерьез. Эта пикировка происходила не в первый и не в последний раз. «На кого?» — уточнил Витранг, но не получил ответа. Все друзья, не сговариваясь, рассмеялись. Конечно, они знали. Никто, могучий и строгий, не сидит на вершине величайшего дерева и не определяет у кого какая судьба. Природу пятнометок оленей, кьюти-марок пони и полосу меток зебр определяла высшая магия, практически не поддающаяся исследованию. Даже таких великих волшебников, как принцессы Эквестрии и принц Верналис. Ходили слухи, что величайший смертный маг из когда-либо живущих, пони-единорог Старлсвирл Бородатый, приблизился к разгадке этой тайны. Но он бесследно исчез, не оставив ни записи, ни подсказок на эту тему, как будто само мироздание противилось раскрытию этого секрета. Рилл расслабленно растянулся на земле, не хотелось ничего делать, а просто полежать. Но с двумя друзьями-непоседами это так и останется недостижимой мечтой до самого вечера. В этом молодой ветранг был уверен, так как имел богатый опыт времяпровождения с друзьями. Единственное малости, о которой олененок смел мечтать, так это лишь то, что Эйкорну или Мисти не придет в голову какая-нибудь буза в зарослях. Вычесывать потом мусор из шерстки — занятие неизувлекательное. Они еще долго играли в этот день. Занятий в школе не было. На дворе стояло лето, время каникул и игр. И друзья использовали ее на полную. Прямо с утра встречались на границе города и бежали в лес играть. Всех вел Эйкорн. Фордиры обычно лучше всех чувствуют тропы, и чутье лесного оленя всегда приводило друзей в нужное место. Будь то ровная поляна для догонялок, лесное озерцо для купания, дуплистое дерево для метания шишек или заросли кустов для пряток. Рил, которого лес не наградил выдающимися магическими способностями, иногда даже во время игр пытался подтвердить собственную теорию о том, что творить магию можно по наитию. То есть без четких расчетов формул и заучиваний форм для последующего воспроизведения. По мнению обоих друзей, Витрангу просто было лень заниматься, как все, и он искал оправдания этому. И хотя подобное утверждение было бы близко к истине, Рил имел основание полагать, что это не единственная причина. Несколько раз у него получались сложные заклинания, к зубрышке которых он ни разу не приступал. К сожалению, для внятной статистики данных было исчезающе мало, а значит и аргументированно отставить свою позицию перед учителями не представлялось возможным. Мисте же была художницей. В отличие от остальных перитонов, которые любили скоростные полеты и подвижные игры, огненно-рыжая лань всему этому предпочитала тишину пущ, и величественное движение рек, лесные просторы Кервидерии и неприступные горы. Все то, что потом перекочевывало на холсты юной рисовальщицы. Она всегда носила с собой блокнот для зарисовок, специально на случай, если какой-нибудь пейзаж привлечет внимание. Рисовала вместе и своих друзей. На страницах можно было увидеть и увлеченного поисками Эйкорна, и сосредоточенного на магии Рила, и даже их обоих пытающихся бодаться, едва проклюнувшимися год назад рожками. Конечно, мальчишки не знали, что Мисте их нарисовала, и юная лань стеснялась говорить о своем творчестве, по крайней мере, с теми, кого изображала, хотя и могли догадаться. Но не рисование было главной причиной того, что Мисте предпочитало спокойное творчество обществу сверстников, за исключением разве что самых близких друзей. Из-за внешности Мисте зачастую дразнили. И как назло, все дразнинки были связаны с огнем, извечным врагом леса. Это задевало чувство перетонки, и она раньше часто улетала обижаться куда-нибудь в кроны деревьев, а то и на облако. Эйкорн и Рилл были единственными, кто не смеялся над Мисте в классе, а Эйкорн даже с кем-то подрался по этому поводу, после чего дразнилок сразу стало меньше. А уж в присутствии фордира они и вовсе пропали. Оленята почти всегда встречались в свободные дни. Иногда после занятий играли в мяч или догонялки, прятки, соревновались на меткость, кидая шишки в дупло дерева. А иногда играли в Валень-Мариллион. Эйкорн с Риллом даже бодали с теми рожками, что успели у них проклюнуться, с закопыта и сердца Ланчейн, который, разумеется, изображала Мисте. Конечно, Ланч считала такое поведение друзей немного глупым, но игру портить не хотелось. К тому же, когда двое хартов скрестили за нее рога, вернее рожки, пусть и понарожку, это вызвало в груди волну тепла и привязанности. И но раздумалось, что игра не такая уж глупая. А потом Мисте, повинуясь творческому порыву, даже нарисовала картинку, где герои саги сошлись в поединке за право назвать своей женой спасенную Ланчейн. И всем предала черты друзей и свои собственные. И, конечно, не показала эту картинку никому. У друзей никого не было на роль злодейки Лакасты, и приходилось довольствоваться финальным поединком, когда братья, даже победившие зло, были вынуждены решать главный спор с помощью рогов. Но играть за злобную колдунью, забирающую молодость и жизненную силу оленят, никому не хотелось. Ту самую, которой малышей пугали родители. Дескать, не балуйся, заберет Лакаста. Мисте вообще отказывалась понимать, как это вообще возможно, посягать на самые основы круга жизни, тем более из эгоизма. Впрочем, Мисте не была уверена, что и ради самых высоких целей оправдано нарушение равновесия. Потому что знала, стоит нарушить любой запрет один раз, и потом захочется еще и еще. Во всех услышанных сказках и легендах было так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!